Черные сыграли слон b5, атаковали белого коня, но ход конь c5 более чем естественный. И здесь черные решают проблемы развития с помощью c6, теперь пешка c6 не теряется, она защищена слоном. Такой небольшой ретроанализ увенчался полным успехом. Ферзь d2, ферзь b6, атаковано ладья, отступать не хочется и не нужно. Ладья fc1, ответ черных a5. Все время идея a4 витает в воздухе. Слон c4 тогда. Тогда слон c4, это интересный момент. То есть нужно его отметить, поскольку можно зевнуть. Там, конечно, обсуждать не надо, поскольку пешка b3 слаба. В партии был сделан ход здесь e4, ну а Женя только что сообщил нам, что ход a4 внешне заманчивый, и если бы серьезная ошибка, из-за слон c4 ладья попадает в капкан, при ферзь d4 можно забрать пешку b3. Ну и вообще пешка b3 гибнет в большинстве вариантов, ну, если взять, скажем, взять a. А нет ли здесь такого странного? Нет. И малоэффективно взять nc6, взять nc6, поскольку черные могут после этого завязать. Ну, или ферзь a4 хотя бы достаточно. Да, пешек в белом центре много, но, скорее всего, это некорректно, не очень выгодно для белых. Поэтому вот в этот момент был сделан ход e4, Ливон Аронян устремляется в наступление, вперед, ход a4, подрывая фланг, обеспечивая, кстати, устойчивость. Итак, мы обсуждаем позицию на столе, видимо, ну, Карлсон Аронян, но это как раз в центре нашего внимания доска находится. А4, ход многоплановый, черный пока что довольно устойчиво встает в центре, а ход a4 обеспечивает от всяких неприятностей черных, связанных с ходом a2, a4 со стороны белых. Ну и плюс, линия может подскрыться для того, чтобы черная ладья начала работать по этой магистрали. Итак, f5, то есть Ливон Аронян устремляется в атаку, и эта атака вообще за пару ходов буквально может стать матовой, если черные ничего не предпримут. f6, конечно, сейчас наверняка что-то предпримут. Конечно, безусловно, аb. И вот на аb никаких там аb, а f6. Вот попытка дать мат. На взятие на а2 явно неудачный ход со стороны черных, последовало бы, или последует, поскольку ход Магглус Карлсон еще не сделал, последует ферзь g5 и мат черному крылью. Я думаю, что он зевнул ход f6. Ну, а, в общем-то, ход f6 лежит на поверхности. Вообще, то, что по виду Магглус Карлсон. Просто вместо аb все-таки надо было уже, вот здесь что-то подумать, вплоть до f6, вплоть до ферзь b8, например, хода. Ну, тем не менее, ходы, ой, какие, на доске сделаны. Аb f6. Очень интересная идея. Ферзь бьет c5, играет Магглус Карлсон. То есть, бить на c5 хочется. Думает ли он Ронян, бить или не бить. Ну, ход ферзь g5 малоэффективен по причине ферзь бьет c1. А в случае хода ладья бьет c5, идея состоит в том, что черные берут, как я понимаю, на а2. А может быть и ладьей, кстати? Нет-нет, ба, ладья c1. Ладья c1 играть нужно, потому что иначе... Ну, покажем, что ход ферзь g5 малоэффективен. То есть, ничего в лучшую сторону для черных не меняет. Потому что вот в таком вот варианте можно просто ударить на c1. Что будет после этого трудно сказать? Ну, наверное, у черных будет не так уж плохо. Две ладьи за ферзя. Ход h7 h6, наверное, достаточной префилактикой явится, чтобы не получить мат. А вторгаться ферзем нельзя. Этого не было в партии. И вообще, лучший здесь, конечно, ход, который Женя предложил ладья c1. Тогда а1 ферзь, хотя чем он лучше? Все равно ферзь g5 придется играть. Нельзя брать на а1. Поскольку по первому ряду начинаются большие проблемы с белыми. То есть, здесь белые проигрывают. Можно вынудить черных забрать на c1 с помощью хода ферзь g5. А в партии? Что в партии? А2 а4 вместо ладья бьет c5. То есть, вот здесь вот на ход ферзь бьет c5, на взятие ладьи, а4 играет левон и раним. Ну, выглядит странно. Ничего в жизни не бывает. Иногда такие ходы оказываются гениальными. Ну, например, даже в случае хода b2. Хотя b2, не ферзь b2, я думаю, ладья бьет c5. Не хочется ставить ферзя под ударом. Если ферзь отступит, то ферзь g5 выиграет партию точно? Абсолютно. Не, ну может гениально действительно, а4. Почему левон и ранян сделал ход очень быстро. У него осталось 2 минуты 51 секунда. У левого Макнуса Карсена 6,48. В общем, не хочется бросать эту партию, потому что уж очень интересное событие. Сразу мы в них разобраться не смогли. Так точно исключить все неожиданности. Какие-то сюрпризы со стороны той и другой стороны. Безусловно, ход ферзь бьет c5 явился сюрпризом для левона и раняна. Но ход а4, вот по виду, вот по виду внешнему, можно оценить позицию? Некоторые шахматисты, и особенно шахматистки, умеют оценивать позицию, не глядя на доску по виду играющих. Ну, левон и раняна все-таки относится к близким родственникам. Они могут по виду своего папы, мамы что-то понять. Муж и жены? Да, а здесь мы не можем по виду. Тем более на норвежской викинге, они немножко от нас далеко, немножко мой характер хуже знает. Поэтому ничего, вот я не могу оценить позицию по его виду. Ну, попробуем тогда оценить по диаграмме, по этой позиции, которую мы видим перед собой. Левон и раняна, даже вот несмотря на 2 минуты 50 до секунды, так застал и показывает, что позиция все очень могучим ураган. У белых хорошо. Я провел великолепную комбинацию. На контрудар могучий. Гон, а раняна говорит, что у меня совсем выигранная позиция. И что хода А4 зевнул Карлсон. И в принципе ему можно поверить, потому что он откинулся на спинку стула очень комфортно. Я бы оценил, теперь оценил по виду, не глядя на доску, по виду раняна, что у него позиция выиграна. Да, ну, интересное вообще событие. Вот Б2. Б2 или не Б2? Те же проблемы. Б2, ладья бьет С5, Б1 ферзь, ладья С1. Именно ладья Б1, не ферзь бьет Б2, чтобы не уходить ферзем. И здесь, ну, ферзь, только что появившийся второй ферзь черных под ударом, слон под ударом, но главное, ферзь G5 угрожает. Размен на С1 ничего не дает. Вот Магнус Карлсон взял какие-то фигурки сбоку, перемещает их. Ход не делает. Ход не делает. Время подумать еще есть, но уже не так много. 4,41 на против 2 минут 51 секунды у Ливона Ароняна. Вот позиция, которую сейчас вы видите на диаграмме, это не позиция из партии. До нее дело не дошло. Здесь вот в таком положении, после великолепного, по-видимому, великолепного решения Ливона Ароняна, судя по его виду, судя по реакции Магнуса Карлсона, такой чисто физиономической, ход готов взять на С1. Не B2, а ферзь бьет С1. И ответ белых, разумеется, ферзь бьет С1. На что Магнус Карлсон уже сделал свой ход? Пока нет. Пока нет. А, B2 он сыграл. Он отвлек белого ферзя. С помощью хода B2 удается отвлечь ферзя, поскольку нельзя играть ферзь G5 из-за B1 ферзь. Ферзь B2, вот правильный, а ход ферзь G5 явно, не будем даже делать слабый ход ферзь B2, поэтому. Ферзь G5, тогда B1 ферзь, слон F1, ферзь бьет F1 мат. И теперь? Теперь мы можем увидеть, что он зря гулял с такой счастливой улыбкой на лице, потому что позиция... Примерно то же самое, что и там получилось. Ладья бьет A4, да, и пришли к той же позиции. Да. Ну, в общем-то, конечно, шахматисты играют, ориентируясь в первую очередь, принимают решение, ориентируясь по позиции. Но иногда подобное вот не де марше, де марше это слово неправильное, внешнее, скажем так, проявление, как легкая прогулка, улыбка-не улыбка, но такое уверенное лицо и так далее, и производит впечатление. На Ботвинника никогда не производил. Безусловно. Он не верил в такие штучки, он верил в позиции всегда, фигурам. Ну, вот теперь сыграть F1 последует H7-H6. Наверное, я так подозреваю. Или F2, тогда ладья A1, конечно, шах. То есть в план черный входит ход ладья B8, если ничего не случится. Ну и какая-то профилактика на королевском фланге типа H7-H6. Можно сыграть F3, скажем. Но не содержит угрозы. Да, да, поскольку лишний ход до мата, и мат вообще-то наверняка не получится тогда. Если уж играть, то F1, и тогда, скажем, H6. Представляется, что за перевес черный борются. Да, конечно. Потому что мат-то точно не получится. Ну, можно взять, конечно. Но это уже разрушает... А что делать? Разрушает концепцию атакующих белых. Король бьет G7. Ну, так и придется играть. А потом пытаться вечный шах соорудить. Да, какой-то ход еще типа H2-H3 надо будет делать. Да, ну... Чтобы не получить ладья A1-шах. И что самое, я думаю, неприятное для Бона Роняна? Или одно из самых неприятных. По времени еще, да? По времени. У него чуть больше минут. Вот одна минута с 14 секунд, 13 и так далее. Может быть, те секунды, когда он гулял, они еще... Ну, он при ходе Магнуса Карсена ходили в ходы часа черных. А мог бы думать о позиции и таким образом сэкономить время. А вот он... Предвослетел. Давайте досмотрим эту партию до конца. Она любопытна сама по себе и любопытна то, что ее играют такие сильные шахматисты. А я все-таки одним глазом смотрю, что происходит на других досках. Вижу, что Даниэлян имеет вполне хорошую позицию. Небольшое, но стойкое преимущество счет двух суронов. Но зато совсем не имеет времени. 35 секунд у Элины Даниэлян. Я даже не знаю, стоит ли переключаться туда, потому что уж очень интересно. Я просто рассказываю о том, что происходит. И у Татьяны Косинцевой она вроде бы защитилась, спасла своего слона. Но все равно позиция у ее соперницы перспективнее. Ну, лишняя пешка и у белых больше слабостей. Но, с другой стороны, она сейчас тактически готовит удары. ЖФ играет Магнус Карсон. ЖФ. Прекрасный ход. Это ход прекрасный он сделал. Почему-то мне кажется, что... Взятие на 4. Ферзь С1, что ли, было сыграно? Ферзь С1, да. Ферзь С1, это мы правильно угадали. Ферзь С1 был сделан ход. И ЖФ не А6. Все ходы, которые делает Карлсон, ну, или большинство, они прекрасны. А, Левона ронет в ответ? H4. H4. То есть, ход вот такой и гроцкий, чистый. Ну, нет, дело в том, что он таким образом освобождает Ферзя от защиты первой горизонтали. Ну, то есть, он не пытается, не берет на F6. Не берет, потому что он говорит, что я согласен на ничью. Возьми на E5. Да, это понятно. И я сегодня... Я, извиняюсь, перебиваю. В случае взятия на F6, что бы было? Почему так не поступил Магнус Карсон? Потому что король H8, молодежь G8. Потому что король H8, молодежь G8. И просто защита... И атака с двух линий. Да. С линии А и с линией G. Понятно. Исчерпывающее и точное объяснение. Причины такого решения. Итак, после взятия, после хода Ферзь С1 последовало GF. Ливон Аронян ответил H4. И несмотря на очень малое время, 26 секунд у Ливона Ароняна, шансы на ничью у него, наверное, сохраняются. Так. Что случилось после этого? Ладья А8. Ладья А8. Это ход Магнуса Карсона, как я догадываюсь. Ход король H2. Это ответ Ливона Ароняна. Я подозреваю, что Аронян теперь готовит побег короля в центр. Через F8 на E7. Магнус Карсон. Ну, извиняюсь, да Карсон собирается убегать. То есть можно ли брать на E5? Тогда будет наверняка дан шаг. Я думаю, что надо взять. Потому что если не брать эту пешку, белые сами возьмут на F6, и атака белых может казаться очень серьезной. Да. И ход короля H2 получше выглядит, чем ход типа Ферзь H6, поскольку все равно Ферзь мечтает о попадании на G5, на случай взятия на E5. И главное, чтобы для белых воспрепятствовать этому взятию. 35 секунд, 10 секунд добавилось после предыдущего сделанного Ливоном Ароняном хода. И 2 минуты 30 секунд он бьет на E5 все-таки. Ну, мы это предсказали фактически. Ферзь G5, наверное. Ход Ферзь G5 еще не сделан. Так, Ливон Аронян не поступил, не сыграл. Наверное, этот ход лучший в позиции, потому что трудно представить себе нечто иное. Вот есть ли у нас возможность увидеть крупным планом доску? Собственно, это не строго обязательно, но тем не менее. Пока мы еще успеваем. Оказывается, нет. Оказывается, я... ДЕ. Взятие центральной пешки, оказывается, была взята не пешка E5, а пешка E4 Магнусом Карсоном. Вот в чем дело. И в ответ на взятие на E4 белые взяли на F6. То есть очень остро, очень резко играет Магнус Карсон. Король ушел-таки на H8. И черные думают о том, чтобы поставить свою ладью на G8 и начать атаку на белого короля по линии G. Ферзь F4, E3, E3. E3 играет Магнус Карсон, атакован ферзь. Ферзь, стоящий на поле F4. Позади ферзя находится пешка. Нужно взять на E3. Так и поступает. Любон Ронян ферзь. Ладья бьет H4 шаг. Король идет вперед. Назад идти нельзя было из-за ладья. А один и черные просто выигрывали немедленно, мгновенно. Здесь же пока еще некая интрига сохраняется. Хотя, конечно, позиция и на глазок, и не только на глазок. Выигранная у черных. Две ладьи плюс две пешки плюс атака на белого короля. Все, что надо, это забрать пешку на F6. Как только пешка на F6 падет... А может, она является сейчас таким вот защитительным щитом, в общем, барьером на пути к черному королю. Ладья G8 и атака на белого короля. Нет, она... Так, что сделал? Король G4. Король G4. Сыграл Ливон Иронян. Ну, отчаяние. 14 секунд. Ладья F5. Да, пешка вот-вот будет уничтожена. Слон Е4. Шах. И матовую сетку какую-нибудь организовывать. Шах не обязателен, но... Дело в том, что при взятии на F6, все-таки по диагонали неприятности какие-то. Неудобства большие для черных начинаются. Небольшие. Ну, король G7 придется играть. Ладья G6 и не сыграть. Поэтому напрашивается Ладья G8. Этот ход сделан. Король отступает на поле H4. И что, взял? Ну, конечно. Небольшие. Потому что... А там нюанс. Мы договорились. Сейчас, сейчас, сейчас. А, H6 есть. Ферзь C3 может быть тогда. Ферзь C3. Куда? На C3 пойти. Вообще ферзь C2. Ферзь C3. Ферзь C2. Я пытался по руке Левуна Роняна вычислить ход. На король G7 следует ферзь G3 шах. Проблема, что даже после Ладья G6... Ну, наверное, выиграна у черных после Ладья G6. Позиция у черных с перевесом. Потому что материала много. Ну, король все равно какой-то слабенький. И слабы черные поля даже после этого. Итак. Король H4, Ладья G6, Ферзь C3. Король G7, Ферзь G3. То есть то, что как раз мы и показали вам в доске. Чуточку раньше, чем это случилось в партии реальной. Куда идти? А нельзя король H6? Или тогда все равно шах? Шах и даже еще лучше для белых. То есть нужно играть Ладья G6, судя по всему. Потому что король F8 это вечный шах. Ладья G6, конечно, Ладья G6. Ну, брать Ладью, наверное, нужно. Нет Ферзь E5. При слонах. То есть при большем материале. Я больше послал он G6, АЖ, Ферзь E5. Появлялся ход король H7. Поэтому шах. Теперь непонятно куда отходить. Нет хорошего поля, да. Собственно, я даже думал, что после короля H7 не все так просто из-за короля G5 и доминации по черным полям. Но в этом какой-то смысл был. Потом Ферзь H2, Ферзь H6 мат. Если получится, не получится, тогда король F6. Ферзь E5 мат. Ну, может быть, вообще уже все худшее позади. Как ни странно. Для черных. Для черных? Ну, для черных это точно, а для белых? Ну, соединяюсь, для белых. Магнус Карсон думает. Вообще, вот в душе я уже похоронил. Либо на Роняна, мне кажется, Женя тоже. Нет, нет, Роняна нельзя похоронить. Пока партия продолжается, он изыскивает малейшие ресурсы тактические. Не в любой позиции они существуют. Ну, в этой существуют, потому что у нее еще две фигуры на доске. Не надо забывать, что слон на B5 вне игры. Смотрим дальше. Ну, в женских партиях. Судя по всему, Элина Даниилян имеет выигрышную позицию. Две лишние пешки вроде не мяч, 20-19 секунд. Достаточно времени, чтобы реализовать. Да, совсем выигранная позиция. Ладья F6 сыграл Магнус Карсон. Это что, предложение ничьей? Да, это предложение ничьей, по сути. Ну, очень красивая партия, если она так закончится в ничью. Если не в ничью, то, может быть, еще более красивая. Во-вторых, еще более драматичная. Под что он на король G5 заготовил ход H6? Слон на E4 не позволяет дать мат белому королю в варианте король F8 и ладья G6. Так, да, повторение позиции. Ой, извиняюсь, Фер G3, конечно. Фер G5, может быть, а не Фер G3. Фер G5? А, Фер G5, да. Фер G5, ладья G6, теперь единственный ход. И, наверное, Фер G5. Фер G5, такая позиция сейчас. 40 ходов сделано, но это не означает, что контроль пройден и можно расслабиться. Игра идет до конца. Быстрые шахматы. Король F8. Ну, с этой стороны. Белые дают просто вечный шаг. Ферзь B8. Король E7, Ферзь C7. Король F6, Ферзь F4. Да, и соперники согласились на ничью. Ферзь F4. Ферзь F4. Игорь F7.